Что меня заставило верить в возможность путешествия во времени, помимо фильма «Назад в будущее» в детстве, это однажды осознание достаточно простого факта. Когда вы смотрите в зеркало, вы видите свое отражение с некоторой задержкой, несколько наносекунд. Поэтому всякий раз, когда вы смотрите на себя в зеркало, вы видите себя в прошлом. Это потрясающая магия, которая рождает очень огромное количество интересных историй. Я не знаю, как будут голову ломать ученые, которые всерьез этим больны, а это такая сверхувлекательная болезнь. Но хотя бы вот этот факт, потому что про будущее мы примерно знаем, как в него попадать быстрее, увеличивать скорость света, передвигаться хотя бы с этой скоростью, и там что-то меняется. А вот в прошлое всегда было интересно, и вот когда я понял вот эту историю про зеркало. А второе, наверное, когда мне стало доступно, я думаю, что многим, у меня это просто с особой упертостью доступно, получать данные в больших объемах, в терабайтах я имею в виду, я собирал любой мусор со всей сети, закрытый, открытый, мне абсолютно плевать, я говорю, что не существует закрытых данных. Первое, что я сделал, имея какую-то первичку, да, данные я собираю постоянно, то есть пока мы с вами разговариваем, идет сбор. Первое, что я сделал, это оглянул свою жизнь под прошлыми аккаунтами, под аккаунтами людей, которые все меня знали, примерно 10 тысяч человек встретились с меня на моем жизненном пути, меня знали, либо я их знаю. Проанализировав все это, я знаю мнение каждого из этих людей обо мне, или какие-то намерения, ну, скажем так, со школьной скамьи, ну, тогда интернет был не у всех, откровенно говоря, у меня он появился просто раньше моих сверстников, в 95-м году, когда мне было 10 лет. Спросите у любого, в основном у людей 2000-2002 год, это подключение к проводному интернету, до этого там Россия онлайн, карточки, модем и так далее. Вот я попутешествовал во времени тогда вот так. Оказалось увлекательно. Мне кажется, где-то между информационным сбором и какими-то физическими открытиями лежит и как раз вот этой вот находке путешествий во времени. То есть там информационная составляющая очень большая, на самом деле больше, чем ее себе люди представляют. Потому что то, что я называю «Интерстеллар», ну, как я назвал то, с чем работает моя система, система называется «Белоснежка». Кто помнит фильмы Тони Скотта, там есть фильм «Дежавю» как раз про то, что люди хотели предотвратить теракт, который произошел уже как раз про путешествия в прошлом. «Белоснежка» анализирует инфу по «Интерстеллару», то есть по вселенной данных. Ну, естественно, без физических открытий это невозможно. На какой стадии сейчас научное сообщество, как мне кажется? Мы сейчас не только про изобретение машины времени говорим или ее какого-то, или какого-то приема или портала, да? Мы сейчас вообще говорим о многих задачах, которые стоят перед наукой. Так вот, практически во всех этих сферах человечество подошло вот к какому прикольному водоразделу, к точке бифуркации. Человечество изобрело всякие там полупроводники, там лампочки, туда-сюда. То есть основные открытия, которые нам сейчас нужны, они совершены. Вот больше их не будет. Вот больше каких-то прорывных сверхкрутых не будет. Человечество изобрело то, чем снимать данные. Ну, то, чем жить там, как-то, чтобы было время подумать о машине времени. На самом деле, нужно толчок было изобрести перед этим, и правильно сделали. И что, хорошо бы от войны отказались, но это такие вопросы психологические. Человечеству вселенная дала такой вот знак. Вот мы тебе, ты все получила, да, вот человечество получило. А теперь посчитай все, что тебе дадено. Посчитай, собери и посчитай. И сейчас вот эра сбора данных, анализа данных, высчитывания всего на свете. Там расстояние от вас до вас, от меня вот это вот GPS, то, что возникло. Да, вот это мы посчитали, сделали, да. И к следующему этапу, это, кстати, очень хорошо видно по тому, что вот вы купите следующий ноутбук, и он ни хрена не будет в 10 раз лучше предыдущего. Они вот маленькими шажками, вот так вот, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Я не могу купить долбанный хард на 10 терабайт, потому что практически нигде его нет. А мне-то нужно уже 100. То есть, какие-то вот копейки там. А когда следующего, я уже в юморте полгода жду, когда вот от 8 терабайт появится новая история. Нет, не появляется. То есть, о чем этот сигнал человечеству дает? То, что дальше никаких рывков на эти, как же они называются, квантовые компьютеры, тут абсолютно не выход, потому что там потеря данных при передаче порядка, ну, может достигать там долей процента до 5 процентов. Это непростительная потеря точности. Ну, непростительная, она просто невозможна, она сделать невозможна никакую связь. Квантовые компьютеры не могут этого, не смогут никогда там. Это квантовые компьютеры. Те, кто физики, понимают, о чем я. Человечеству дадим сигнал, значит, вот бери все это, пересчитай, потому что ты должен осознать тот мир, который вокруг тебя. Ты весь его должен перевести, расшифровать, понять. Геном уже расшифрован, слава небеса. И так далее. И следующий прорыв будет только после того, как человечество все посчитается. Продолжение следует.